здравствуйте дорогие друзья с вами владимир и я сегодня хочу коснуться темы очень серьезной темы жизни после смерти или загробный мир как вам нравится и говорите и произносите как хотите но это наверное самая главная тема которая волнует человека еще бы если бы человек на сто процентов знал что его ждет мир конечно же был совсем другим плохих людей пугают адом хороших манят раем что такое плохой человек есть множество всяких определений мое определение и моя заповедь по которой я живу и пытаюсь по крайней мере жить и советую жить другим гласит так живи в радость но не мешай жить в радость другим людям мне кажется не нужно придумывать 10 заповедей и 7 смертных грехов если бы люди соблюдали хотя бы эту заповедь мир был бы другим конечно же миру своих сил можно конечно и помогать людям но это как говорится все зависит от вашего духовного потенциала чистоты вашей информации которая наполнена ваша сущность сегодня у меня несколько будет такая сатирическая юмористическая тема вернее тем это конечно не сатирическая юмористическая ну как я буду вам ее доносить но в конце я подведу довольно серьезный итог так вот за тысячи лет которые прошла в своем развитии человеческая цивилизация на земле существовало огромное количество всевозможных верований и религий удивительно но факт во всех из них в том или ином виде существовала идея жизни после смерти в различных культурах формы жизни после смерти могут сильно отличаться однако лежащие в их основе фундаментальная идея остается неизменной смерть не является абсолютным концом человеческого существования а жизнь или поток сознания в том или ином виде продолжает существовать после смерти физического тела в некоторых культурах загробный мир является всего лишь прообразом реального мира и жизнь там развивается по законам схожим земными но в подавляющем большинстве культур загромный мир наделен чертам совсем не свойственными для земной жизни в христианстве существует два разных представлениях о небе первое отражает теологическую и метафизическую концепцию небес как царство в котором ангельские чины и святые наслаждаются присутствием бога созерцая его бытие символика связанной с этой концепцией объединяет еврейский образ царства с древнегреческими представлениями о концентрических небесных сферах и о духовном пути представление же о рае или саде любви базируется на мифе о золотом веке и на образе эдемского сада и здесь символика включает себя некое географическое местоположение элементы девственной природы золотые стены и дороги вымощенные изумрудами вот сами подумайте хотели бы вы жить в таком рае я конечно нет упаси бог ходить по дороге из изумрудов и что я буду делать в этом эдемском саду конечно все это может представлена символически эфемерно а на самом деле в этих словах скрыто что-то тайное и прекрасное да ничего подобного просто кто это все придумал исходил из своей концепции своего мировоззрения своего ума наконец своих мыслей и я скажу довольно примитивных перейдем иудаизму иудаизм утверждает что жизнь после смерти отличается от жизни в этом мире в мире будущем нет ни еды не питья не размножения не торговли не зависти не вражды не соревнования но проповедники сидят свинцами на головах и наслаждаются сиянием божества талмуд брахот эта информация оттуда взята знаете меня тоже это как-то не прельщает сидеть в венцах и на кого-то там смотреть я лучше пойду в бар и нахлобучусь там рома и посмотрю на стриптизершу извивающийся на шесте многие наверное сразу возразят ты так думаешь из-за своего материального тела своих гормонов это все грех ну знаете эти святоши меня сильно смешат называя такое физиологическое явление как эрекция грехом учитывая что нас бог создал по образу своему и подобию и видно пенис ну или вагина у него по-любому был или было а вы как раз грешите называя нормальные физические процессы нашего тела грехом тем более вы явно лицемерите потому что мы знаем всякие скандалы связаны с педофилией совсем недавно в католическом духовенстве и не только там античные греки верили в то что после смерти душу попадают на острова блаженных и елисейские поля находящиеся по ту сторону атлантического океана на краю земли там прекрасный климат не бывает дождя снега или сильного ветра плодородная почва трижды в год рождает фрукты сладостью подобные меда арфики считавшие что спасение заключается в освобождении от материи и земных оков рассматривали елисейские поля как место радости и отдыха для чистых духов вначале эти поля покоились в подземной мире заполненным странным сиянием а затем в верхних областях неба видите ли грекки не хватают звезд неба все просто там вот климат хороший там и рай господин прохоров со смеху упал в объятиях десятка моделей в куршавеле это что у него уже рай на каком уровне вот стеков было три разных рая куда попадали души после смерти первым и самым низким из них был лалокан страна воды и тумана место изобилия благословенности и покоя счастье испытываемое там было весьма похоже на земной мертвые пели песни играли в чехарду и ловили бабочек деревья сгибались под тяжестью фруктов на земле обильно росли мои из тыквы зеленый перец помидоры бобы и цветы второй рай тлилан тлопалан был раем для посвященных последователей кецалько атля бога короля символизирующего воскресенье этот рай характеризовался как страна бесплотности предназначенная для научившихся жить вне своего физического тела и не привязанных к нему высшим же раем является тоннати ухикан или дом солнца судя по всему здесь обитали лица достигшие полного просветления привилегированные избранные ежедневными спутниками солнца жили полный наслаждение жизни ацтеки видно ребята продвинутые были ишь как все закрутили придумали три рая знаете был бы я в те времена жрецом я бы им 153 таких уровня придумал короче на 153 уровне ты был бы бестелесным оргазмоидом в плазвенной оболочке находился в полном просветлении максимального уровня и назывался бы этот рай то-то тин хуно биреста метамор или дом 24 лун не но я что хуже ацтеков наверное некоторые скажут вова ночь ты что несешь да я то несу пургу но я ее несу осознанно так сказать потешаюсь сатиру меня такая а вот что они несут так но я немного отвлекся нордической традиции доступ в алгалу завоевывался воинской отвагой жизнь после смерти не сильно отличалась от земной жизни днем воины состязались в единоборстве а ночью первали запивая свинину медом ну здесь все понятно воин он и в африке воин кого-нибудь посадить на штык разве не это есть истинное удовольствие для настоящего бойца ну а потом нажраться свинины и набухаться назло всем евреям и мусульманам и попробуй иди ему докажи что свинья грязное животное сразу на штык на саде индийская мифология насыщена красочными описаниями райских мест согласно древней ведической традиции яма вождь мертвых правил в царстве света расположенным на внешнем небе пребывание там всех умерших героев было безболезненным и беззаботным они наслаждались музыкой исполнением сексуальных желаний и чувственными радостями в индуизме заоблачные мифы является областями красоты и радости населены разнообразными божествами доступ сюда обретался с соответствующим образом жизни и правильным выполнением ритуалов все обожая индийцев там раю и трахнуться хоть можно и песни петь это к себе представляю лежу на ложе и ушах наушники хринячут какой-нибудь музло ну скорпытом или я не знаю бонжови и чудесный нимфа ну короче я по фантазиям глубоко ушел вот я думаю пора в индию собираться может повезет в их рай попаду буддизме наиболее близким аналогом рая является описание мира богов где после смерти может переродиться человек в том случае если он накопил в течение предыдущих жизни много хороших впечатлений все желания которые возникают у обитателей рая мгновенно осуществятся едва вступит он воду вода поднимется в соответствии с его желанием по щиколотку до колен по пояс или по горло если кто-то захочет чтобы вода была холодной она будет холодной если же другому захочется чтобы вода была горячей для него она станет горячей если же он пожелает чтобы она была и горячей и холодной для них она станет и горячей и холодной да вы доставите им удовольствие и тому подобное но несмотря на то что в мире богов так прекрасно, там нет возможности для развития, и когда положительные ощущения, накопленные в предыдущих жизнях, заканчиваются, существо перерождается в низших мирах. Буддисты ребята продвинутые, их чё придумали, что хочешь так и будет. Я так думаю, вода это как пример, а то в раю только и буду, что уровень воды поднимать и контрастный душ. Образ рая как место жизни душ после смерти существует во многих североамериканских туземных культурах, так например, некоторые племена североамериканских индейцев типа Аджбуев, Чокто и Сиву верят, что покойники живут там, где заходит солнце или происходит удачная охота. Некоторые из эскимосских племен видят своих усопших в лучах северного сияния, радостно играющих с головой кита. В мифологической картине мира африканские народности Тумбука, населяющей Малави, существует область духов, расположенная в подземном мире, где умершие вечно остаются молодыми и никогда не бывают несчастными или голодными. Что еще для бедного индейца и африканца нужно? Если убрать голову кита, с которой нужно обязательно играть, все логично. Вечно молодой, вечно счастливый и вечно сытый. Еще охота добавить и вечно пьяный. А индейцу охота пожелать удачной охоты. Представление же об аде или чистилище обычно связано с местом, где людские души после смерти подвергаются различным пыткам и истязаниям. В иудейской традиции мертвецы следуют Шеол, представляющий собой колоссальную яму или город, окруженным стенами. Страну забвения, страну молчания. Там они живут в темноте и невежестве, укутанной пылью, покрытой червями и забытой иеговой. Гиенна – это глубокая долина, заполненная полыхающим огнем, где грешники мучаются в пламени. В отличие от других адов, других религий, в Шволе раз в неделю, конечно же по субботам, устраивается выходной. Что поделаешь, шаббат и в аду остается шаббатом. Ну что сказать, ад – штука серьезная, но шаббат и еще серьезнее. Шалом, короче. Никто, наверное, в пыльную с червями яму попасть не хочет. А вот христианская картина ада включает в себя иерархию злобных чертей, подвергающих душ грешников пыткам, удушением и жарой. Ад расположен глубоко под землей, входы в него находятся в темных лесах, в вулканах, туда ведет также разинутая пасть Левиафана. В апокалипсисе упоминается озеро, горящее огнем и серой, последнее место пребывания боязливых и неверных, скверных и убийц, людоедов и чародеев, идолослужителей и всех лжецов. Реже в качестве орудия пытки описывается холод и лед, что соответствует средневековым представлениям о холодном аде, а также последним кругам ада Данте. Пронизывающий холод также характерен для Нефельхейма, нордического подземного мира, управляемого свирепой и безжалостной богиней Хель. Христиане пошли по тому же сценарию, что и иудеи, только в яму еще и серы налили, да и чертей в гости пригласили. Хотя если вспомнить средневековую Европу, помните инквизицию, там в уровне изощренных мук ни один черт не сравнится с этими святошами. Самое лучшее в те времена было попасть на костер, избежав предварительной ласки инквизиторов. Так что кто умер после инквизитора, адом его уже не напугаешь. В персидском зероастризме ад расположен на крайнем севере, в глубинах земли. Это мрачное место, грязное, вонючее и кишащее демонами. Там душепроклятых последователей лжи должны пребывать после смерти в мучениях и горе, пока не будет уничтожен сам Ариман, владыка мрака. Знаете, что я подумал? Крайний север, грязное, вонючее место, горе и мучения, и черти, ну че вам не гулаг какой-нибудь или зона строгого режима на севере? Там парни столько этого хлебали, что ни на один персидский ад хватит. Согласно традиционным представлениям индейцев племени Учиоли, живущих в Мексике, путь души в мир духов схож с описанием выше, хотя и более сложен. Первая часть пути проходит по прямой дороге, но около места называемого «место черных скал» находится развилка. Здесь индейец Учиоли, у которого чистое сердце, избирает правую тропу, а совершивший кровосмешение, либо имевший сексуальную связь с испанцем или испанкой, должен отправиться налево. На левой дороге согрешившие индейцы Учиоли переживают ряд жутких испытаний. Они протыкаются огромной колючкой, их избивают душ людей, с которыми они предавались во время жизни запретным наслаждениям. Их сжигает очищающий огонь, дробят сталкивающие скалы, они принуждены пить горячую, дурно пахнущую воду, кишащую червями и наполненную грязью. Затем им позволено вернуться к развилке у черных скал и продолжить свое путешествие по правой тропе, которое приведет к предкам. На этой части пути они должны символически ублажать собаку и ворону, двух животных, с которыми Учиоли традиционно плохо общаются. Потом души встретят Апоссума и должны доказать ему, что не ели его мясо, священное для Иучоли. Затем они столкнутся с гусеницей, символизирующей первый сексуальный опыт. У дикого фигового дерева души избавятся от гнета сексуальных органов, получив взамен плоды дерева. После крупного празднества с фигами, маисовым пивом и пиотом, все души объединятся и затанцуют вокруг татавари. Ну что про индейцев сказать? После приема мискалиновых кактусов в пиотль, мнение только Апоссумы доказывать, что я его не ел со племенников пришлось бы. Мы бы все втроем вместе с собакой, вороной и Апоссумом танцевали джигу, пили коктейль с грязной водой с червями, а потом все-таки совершили кровосмешение с испанкой. Хотя все это зависит сколько этого сожрешь, потому как если пережрать, можно после отходника написать учение Дона Хуана. А может что и покруче, наверное многие меня упрекнут за мой сарказм и сатиру, но я как считаю просто высмеиваю человеческую глупость, наверное даже не глупость. Все что я вам зачитал есть фантазия, есть мнение, в лучшем случае какого-то одного человека или какой-то группы. По некоторым текстам, но и зачитанным можно сказать, что уже сейчас человек живет кто-то в аду, а кто-то в раю, у кого-то есть все, а у кого-то ничего. А может оно так и есть и реинкарнация очень подходит здесь, очень уместно. Знаете как в песне у Высоцкого про переселение душ, живи себе нормальненько, есть повод веселиться, ведь может быть в начальника твоя душа вселится. Пускай живешь ты дворником, родишься вновь прорабом, а после из прораба до министра дорастешь. Но если туп, как дерево, родишься бао-бабом и будешь бао-бабом тысячу лет, пока помрешь, досадно упругаем жить гадюкой с длинным веком, не лучше ли при жизни быть приличным человеком. Так вот дорогие мои, недавно где-то прочитал, что человек, который видит свет в конце туннеля, на самом деле видит вагину. Да-да, то есть умер и сразу в другое тело. И начинаешь орать, как дикий, господи, я опять попал на этот свет. Но это по-разному, кто с радостью, ведь думал, что в ад попадет, а тут вылезаешь и из чрева мамкиного тебя сразу на ручки, сынок или дочка, никто ж не помнит, как мы вылезали из манки, что мы тогда думали. А может и ничего и не думали, просто нечем было думать. Сразу влетели, подготовленный аватар, и все хорошо, вот тебе и круги сансары. На самом деле я уже описывал в своих видео, какое мое мнение о Аде и Рае. Мало того, я думаю, что я частично на доле секунды одним глазком заглядывал туда, по крайней мере в ад точно. Знаете, в чем прикол? Наше тело, оно является защитником, броней и в то же время ограничителем радости и блаженства. Наша информация, наша душа, наша субстанция, сгусток, энергия, когда находится в нем, защищена и ограничена физикой этого мира, этого мира, этого измерения. Когда мы его прикидаем, мы являемся оголенным нервом, у нас нет ограничения ни в принятии боли, ни в получении наслаждения. Мало того, боль имеет границы, как физическая. Так же это относится и к удовольствию, то есть радости, наслаждению. Все зависит, мил человек, как ты жил, жил ты в гармонии с собой и с другими, наверное тебе позавидует сам буддист в раю, а вот что такое душевная боль, это невозможно передать. Кто-то мне в комментариях под моим видео меня упрекнул, что я типа не испытывал настоящей физической боли и потому говорю полную глупость, то что душевная боль намного хуже, страшнее, чем физическая боль. Нет ребятки, боль я испытывал разную. Вот вспомнился кстати мне один случай, когда я упал с двухметровой высоты, с турника в детстве спиной на камушек, а точнее позвоночником. Боль была такая, что несколько минут я просто мычал как корова и слезы лились из глаз, до сих пор последствия есть на теле. Все бегали вокруг меня в панике, думали дурачком стал, а я от боли слова сказать не могу, еще бы чуть-чуть и сознание потерял. Видите ли, позвоночный столб выполняет функции опоры, защиты спинного мозга и участвует в движениях туловища и головы, его травмы часто приводят к смерти. Но то, что я увидел во сне, описать невозможно, я имею ввиду ад. Как я считаю? Я понял, что душевная боль не имеет границ, в отличие от физической, которая оканчивается обычно обмороком, при критическом состоянии конечно, или смертью. Так вот, глубина боли в том месте, где я был, была просто нереальна. Я знал, что она не имеет границ. Я чувствовал это. Я понял, что я в аду. Там нет никаких чертей и огня. Хотя, на самом деле, они могут быть, потому как визуальную картинку я вам не могу передать. Зрение там работает по-другому. Единственное, что я могу сказать про визуализацию, это два слова – нет радости. Это серость, нереальная тоска. Вот представьте, например, что у вас умер самый дорогой человек на свете. Что вы испытываете в эти самые минуты, когда вам это сказали? Я понимаю, что это почувствовать тяжело сейчас, в комфорте. Так вот, умножайте все это на тысячи раз, и все равно это будет не точно. Но я, конечно, не могу на сто процентов ручаться за свои слова. Вывески там «Ад» или что-то подобное никакой не было. Может, просто взглянул в осознанном сновидении на низкие измерения одним глазком. Может, ада-то и нет. Просто я в одном уверен. Попадешь ты в рай не потому, что ты отстегивал нормальное бабло в церкви или набивал шапки нищим, и даже не по поступкам и делам своим. А попадешь в рай или ад именно от уровня своей души, своего поля, информационного сгустка энергии, чистоте ее. И если ты светлый человек, и твои поступки будут светлые, и дела твои будут праведные, ты можешь быть уверен, что такие же братья и сестры будут тебя там ждать. Ты вольешься в свою плазму, той чистоты, которая у тебя будет. Ты войдешь в свое информационное пространство, свою вселенную. Если ты обычный, ты будешь с обычными. Если ты злой, ты будешь со злыми. Если ты святой, значит твоя дорога к святым. Если ты бог, значит и тебе найдется мирок, чтобы творить свою вселенную. А с вами был Владимир. Пока.